Далее Аллах говорит четвертое, то, что следует делать. Далее Аллах говорит, что это есть те люди, которые уверовали в послания, ниспосланные Мною, как и в те послания, которые были ниспосланы до этого. То есть это показывает, что должна быть вера не только в Кур'ан, но и в те предыдущие писания, которые были ниспосланы до Кур'ана. Пятое, о чем говорит Всевышний, аят произнесенный только что, о том, что у них есть полная убежденность в отношении следующей жизни. Аллах говорит о пяти вещах. Уверовать в невидимое. Выстаивать молитву. Делиться с другими благами, которые даровал Всевышний Аллах. Уверовать во все Писания. И иметь глубокую, твердую убежденность относительно следующей жизни, вечной жизни. Вот это все в комплексе есть объяснение того, что такое Мут-Та-Кин. Кто такой Мут-Та-Кин. И здесь есть очень такая специфическая вещь, особенная. Сперва Аллах использовал слово Юк-Минун, а потом использовал слово Юк-Минун. Юк-Минун означает поверить. Юк-Минун означает иметь глубокую, твердую убежденность. Вы видите, как это своего рода путешествие, как Всевышний показывает, что человек сперва уверовал в невидимое, потом установил молитву, потом делился благами. И только в конце Аллах говорит, что это уже люди, у которых есть твердое убеждение. И, наконец, Аллах говорит. И именно эта категория, эти люди являются теми, кто поистине обрел наставление от их Господа. И Аллах говорит, что после именно совершения всего, что было перечислено до этого, после этого вы только можете быть наставленными от Господа. Обратите внимание, всего лишь в нескольких словах, какой глубокий и объемный смысл заключил Всевышний Аллах. Словно, если человек скажет, хорошо, о Аллах, если я это все сделаю, то что я получу? Аллах говорит, первое, ты получишь мое наставление. И второе, ты станешь из числа муфлихун. Они и являются теми, кто по-настоящему обрел успех. Обычно слово муфлихун переводят как успех успешный. Но это не совсем тот самый правильный глубокий перевод этого слова. Муфлихун есть более глубокое значение. Оно берет свое начало, корень этого слова, фалах. Фалах же означает то, что делает обычно фермер, то, чем занимается фермер. Фермер обычно что делает? Он сажает семя, зерно, он ухаживает, убирает сорняк, поливает, смотрит, чтобы солнце согревало. Но после всего этого этот фермер ждет, когда он будет собирать урожай. Но ведь нет никакого смысла, чтобы для фермера посадить семя, оно немножко вырастет и все, не пожиная плоды, не получая урожая от этого. Или если пойдет дождь, или если из-за погодных условий растение испортится, в этом тоже как бы нет никакого смысла. Когда это растение полностью даст плоды, и они созреют, и в тот день, когда он будет уже собирать свой урожай, вот это и есть день, когда для фермера наступил пустой. Поэтому Аллах говорит, я не только одарю вас наставлением, но я сделаю вас муфлихун. Что значит, когда вы придете, когда вы окажетесь в следующей жизни, вы пожнете плоды своих деяний. И тогда вы станете в истинном смысле этого слова муфлихун, те, которые обрели успех обоих миров. И дела, ваши дела, которые вы совершаете сейчас в этой жизни, в этом мире, они и станут залогом того, насколько хорошее, или же то или иное место, какое место вы, в каком месте вы окажетесь в следующей жизни. Мы рассказали о нескольких аятах, но при этом обратите внимание, насколько объемный смысл вложен во все это. И мы видим, сколько смысла вложено в каждое отдельно взятое слово в Коране. Дай Аллах нам возможность, чтобы мы изучали Коран. Амин.